Ну и последний, пятый вопрос, тоже большинство, самое-самое большинство ответили правильно, ошибочек совсем мало кто допустил, про разметку. Вы знаете, я когда веду дорожную разметку, я всегда с ребятами шучу, я говорю, вот смотрите, дорожную разметку можно изучать несколько часов, нудно, скучно, долго, объемно, вы будете зевать, хотеть спать, или можно позитивно быстро запомниться на всю жизнь за три минуты. Что выбираете? Все такие говорят, а давайте за три минуты. Так вот, ребят, быстрое объяснение за три минуты. Запомните, сплошное пересекать нельзя, прерывистое пересекать можно. Знали? Знали. Исключение. Если сплошное идет слева, то пересекать ее точно нельзя, а если сплошное идет справа от меня и обозначает именно край проезжей части, то есть разграничивает проезжую часть и обочину, то пересекать будет можно. Все, что прерывистое, пересекать также будет разрешено. Ну, это вот такой, знаете, быстрый лайфхак, как можно запомнить всю дорожную разметку. Теперь следующее. Когда разметка началась прерывистая, и потом идет увеличение длины штриха, которая при скорости, ну, даже там 40 км в час, в принципе, водителям не ощущается. Вы не будете видеть эту длину штриха и понимать. Просто сначала идет прерывистое, а потом бац, и идет какая сплошная. Штрих маленький, потом длинней, длинней, длинней и еще длинней увеличение длины штриха. И это все превращается в дорожную разметку 1,1. Была 1,5 прерывистая, потом у нас дорожная разметка 1,6 и превратилась она в дорожную разметку 1,1. Зачем? Зачем между полосами попутного движения нужно разграничить эти полосы так, чтобы пересекать их было нельзя? А это делается только перед опасными участками. А у нас опасные-то какие? Это перед перекрестком, для того, чтобы убрать ненужное перестроение. Это перед пешеходным переходом, для того, чтобы, опять же, убрать ненужное перестроение из ряда в ряд. Это может быть железнодорожный переезд. Ну, вот я таких три самых основных опасных участка назвала. Такая разметка есть в городе, она встречается. Просто вы не обращали на нее должное внимание. Наступит сейчас весенний период сухой, когда к летнему периоду будут обновлять дорожную разметку. И пообращайте внимание, прям домашнее задание вам. И такую разметку перед пешеходным, перед светофором, перед ЖД-переездом вы обязательно где-то должны встретить. Поэтому увеличение длины штриха очень логично. Говорит о том, что там будет сплошная дорожная разметка.